Спонсор выпуска компания Реванш. Реванш. Вот о чем пойдет речь. Новогоднему представлению не быть. У вас когда начинать сезон? В Саратовский цирк приехали федеральные эксперты. Рассказали, когда откроют здание. Ну я не буду, конечно, комментироваться. Но у нас тема сегодня задолжена. Министр промышленности и его уголовное дело. Что он ответил журналистам? Дамам цветы, детям шары. Мы останавливаем женщин-водителей, поздравляем и дарим памятные призы и подарки. Сегодня патрульные останавливали автоледи. Какая погода на дворе будет в пятницу, 23 ноября, на апостола Яраста, расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Откроют или нет судьбу Саратовского цирка сегодня решали на федеральном уровне. В наш город приехали высокопоставленные чиновники из российского министерства культуры. В здании с манежем они провели совещание за закрытыми дверями. Изначально закончить работу хотели уже через месяц. Строители успели за год сделать многое. Но вот все ли? Когда ждать очередную премьеру, узнала Екатерина Сулейманова. Решается судьба Саратовского цирка. Сегодня в Саратов приехали представители Министерства культуры России. Речь идет даже о возможной приостановке реконструкции учреждения культуры. Скандал возник после приезда инспекции из Росгосцирка. Возникли вопросы относительно пожарной системы безопасности, а также к темпам работ. Тоже среди безобразия. Включили их? Что значит? Совещание было закрытое. Напомним, реконструкция Саратовского цирка началась в декабре 2017 года. Первый этап 150 миллионов, второй 300 миллионов рублей. Сделаны были манеж, система вентиляции, ремонт холла и гримерок. Но больше всего нареканий возникло тогда к внешнему виду здания Саратовского цирка. Оно, по словам жителей, стало серым и непрезентабельным. И оттирать стены рабочим приходилось вручную. Здесь, видите, здесь не видны гранитная, мраморная крошечка, которая белая, которая дает светлый тон. Она здесь цементным молочком залита. Вот здесь уже очищен, вот такой вид должен быть, в общем. Мне нравился внешний цирк многим, что он серый, угрюмый, там окна похожие на пластиковые. Вот вам нравится? Честно, я тоже как бы цветовой гаммой фасада не очень доволен. Я думаю, что мы в рамках корректировки проекта посмотрим, как это изменить. Но это надо опять согласовывать с органом охраны, потому что памятник. Но, как оказалось, цвет и внешний вид здания – это все мелочи. Сейчас серьезный вопрос – это монтаж пожарной системы безопасности. Еще несколько недель назад губернатор области требовал от подрядчика завершения работ до конца года и даже хотел провести здесь новогоднюю премьеру. Афишу заказывайте. У вас когда начинается сезон? Да, у нас сезон уже с сентября идет. С сентября. Ну вот, давай новогодние афиши заказывайте уже. Во-первых, презентацию по открытию сделаем. Но всем этим мечтам не суждено сбыться. Как выяснилось, проект реконструкции цирка серьезно устарел. Будут разработаны специальные технические условия по пожарной безопасности. Они потребуют выполнения. Будут проведены в процессе корректировки также учтены требования по технологии, которые необходимы цирку для проведения постановочных мероприятий. А также реализованные мероприятия по безопасности самих артистов. Это крепление крюков, крепление лебедок, крепление тросов. То, что необходимо сделать для того, чтобы не допустить никаких нечастных случаев. Так что сходить в цирк в ближайшее время не удастся. Сроки его открытия переносятся до 1 сентября 2019 года. Екатерина Сулейманова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Нефтегазодобывающий комплекс в Саратовской области развивается. Сегодня об этом говорили чиновники в пресс-центре местного правительства. О достижениях нашего региона в области добычи и полезных ископаемых рассказал министр промышленности и энергетики Андрей Куликов. Но журналистов, которые собрались на встречу, больше интересовали совсем другие темы. Надежда Новикова побывала на пресс-конференции и готова поделиться подробностями. Сегодня в пресс-центре правительства области обсуждали развитие нефтегазового комплекса нашего региона. Одним из главных спикеров на мероприятии был министр промышленности и энергетики области Андрей Куликов. Так вот, большинство журналистов интересовало не где у нас в регионе газ, а как министр промышленности и энергетики области относится к тому, что в отношении него возбудили уголовное дело. Я не буду, конечно, комментировать. У нас тема сегодня задана. Напомним, уголовное дело в отношении министра промышленности и энергетики области Андрея Куликова возбудили еще летом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и подделке документов. По версии следствия, в 2016 году чиновник, занимая должность в Энгельской администрации, подписал незаконное постановление о передаче земли в аренду и собственность для строительства на нем многоэтажного жилого дома. Потом к этому участку присоединились еще шесть. А в 2017 году, уже не являясь сотрудником районной администрации, Куликов якобы подписал постановление о списании с баланса Энгельской недвижимости гаражей, расположенных на одном из присоединенных земельных участков. Даже после пресс-конференции Андрей Викторович отказался комментировать возбужденное в отношении него уголовное дело и поспешил удалиться с мероприятия. Ну а ранее по подозрению в получении взяток в особо крупном размере был арестован экс-глава Энгельского района Дмитрий Лобанов. Сейчас он находится под стражей. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Двести кошек и полсотни собак. Столько четвероногих завела у себя дома одна из жителей Саратова. Она подбирает животных на улице и выхаживает, пока звери живут с ней в частном доме. Но скоро переедут в приют. Здание уже строится. Содержать такое количество четвероногих удовольствие не из дешевых. В день они съедают 10 ведер каши. Каково это – жить среди лая и мяуканья? Далее в рубрике «Без комментариев». Вот он. Идем, на. Иди, найди, колбаску. Иди, моя лежит там. Кудряш. Вот у него был снят скальпель почти по лопатку. От головы до лопатки. Здесь в основном собаки, конечно, те, которые познали человеческую жестокость. Почему я и хочу, чтобы у нас был приют образцовый, чтобы вот именно животные там ни в чем не нуждались. Здесь у меня проходят кошки и котята карантин. Наверное, штук их, ну, 40 тысяч. Я не считаю вообще сколько. Началось вот все с того, что мы здесь начали жить. И после дачных сезонов к нам первую зиму около 20 кошек пришло и 6 собак. Вот мы их подбираем, лечим, вакцинируем и отдаем в добрые руки. Приезжайте за кошечками, котятами. У нас очень красивые они. Ну, неужели никому не нужно? Посмотрите, шкодно ему бы нашкодить. У нас у людей менталитет такой, что человек, который занимается животными, он немножечко того. Да нет, я убедилась в этом, что не того. Я в квартире никогда не заводила по 40 кошек. Они у меня просто живут отдельно. У меня есть вот условия взять отдельно. Я беру отдельно. Ну, вообще, конечно, я уже не считаю, сколько кошек, сколько собак. По идее, наверное, 63 собаки где-то. Вот. Ну, а кошек, я не знаю, около 200, может быть. Мне просто их жалко. Очень жалко. Почему? Потому что ведь все то, что творится у нас с животными, это сделал сам человек. Саратовское отделение Союза художников России отмечает юбилей. Торжественное мероприятие состоялось в кузнице мастеров кисти училища имени Алексея Боголюбова. Лучших художников наградили грамотами и благодарственными письмами. Но главным подарком саратовцам стала уникальная выставка. Более 200 работ. Екатерина Сулейманова увидела ее одной из первых. 80 лет. Саратовское отделение художников России отмечает юбилей. Отпраздновать его решили открытием масштабного выставочного проекта в залах художественного училища имени Алексея Петровича Боголюбова. Название выставки «Единство и многообразие» здесь собрано более 200 работ, 150 авторов наших земляков, начиная с 20-х годов прошлого века до настоящего времени. Художников, работающих в совершенно разных стилях, направлениях и даже видах искусства, отбирала работа целая комиссия. Поскольку художников в Саратове очень много, и они у нас замечательные, а пространства не так много, как художников, поэтому принцип был такой. Мы брали по одной работе от каждого автора. Единственное, что произведений декоративно-прикладного искусства и скульптуры их больше, а живопись практически вот только по одной работе. При подготовке этой выставки был создан выставком, как в прежние времена, и мы ходили по каждой мастерской, смотрели работы и отбирали. Есть на выставке и зал памяти, авторов которых уже нет, на 80-летний юбилей приехало немало гостей. И все они отмечали уникальность Саратовской школы, которая известна далеко за пределами нашего города и страны. Кибальников, Алексей Петрович Боголюбов, это же все потрясающие имена. Петров Воткин здесь родился, Уткин, Савинов, Борисов Мусатов. Да что вы, она должна быть хорошая, как она может быть плохая. Учаев здесь работает. На торжественном мероприятии за заслуги в области изобразительного искусства наградили лучших художников. Графику живопись и скульптуры рук саратовских мастеров можно будет увидеть до 15 декабря. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. А сейчас прервемся на рекламу и прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Аптека.ру Это федеральный интернет-сервис по заказу аптечных товаров. Заказать лекарства быстро, просто, без переплаты, все это можно сделать с помощью сервиса аптека.ру. Все, что вы хотите найти для вашего здоровья и красоты, теперь всегда у вас под рукой. Аптека.ру. Все под рукой. Заказать. Впервые в Энгельсе в торговом центре «Лидер» с 16 ноября по 3 декабря выставка 21 века «Вселенная роботов». Впервые в Энгельсе с 16 ноября в ТС «Лидер» проспект «Химиков-1» интерактивная выставка «Вселенная роботов». Зоны виртуальной реальности «Роботы и звездных войн». Дети до 5 лет бесплатно. Здравствуйте. В пятницу 23 ноября на святого Яраста, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове облачно с прояснениями и снег, метель разной интенсивности. Ветер с северо-западный. 7-12 метров в секунду. Днем минус 1, минус 7 градусов, а ночью до 12 мороза. Театр драмы 5 декабря. Давайте вспомним вместе славные времена нашей молодости. Как ходили на танцы, влюблялись, пели и хорошие, прекрасные песни. Три часа легендарных хитов. Песнеры, «Синяя птица», «Леся песня», «Пламя», «Поющие сердца» в большом концерте «Легенды Вива». Билеты от 1000 рублей. Телефон 90-48-72. А партнер прогноза погоды – компания «Разумные окна», которая предлагает полный спектр свето-прозрачных конструкций пластиковых окон. От бюджетных до класса премиум. Установка и реставрация, покраска и ламинирование. Двери офиса открыты для вас. А при замере горячий подарок, так что звоните 988-775. И оставляйте заявки на сайте разумныеокна.рф. В Саратове и Венгристе ветер и снег. Температура днем до 2 градусов, а ночью до 7 ниже 0. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба. В народе говорят «Яраст» на все «Гораст». И на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу. Кстати, зимние коллекции 2019 в салоне меха «Госпожа Метелица». Огромный выбор шуб, дубленок и новинка коллекции «Модные парки». Окутайте себя теплом. «Госпожа Метелица» находится на улице Степана Разина, 54. Действует кредит и рассрочка. Всем всего доброго. Увидимся. «Госпожа Метелица». Здесь вас ждет огромный выбор шуб и дубленок. И скидки до 30%. Добро пожаловать в царство меха. Улица Степана Разина, 54. Действует кредит. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. Свинца и токсинов в туалетной бумаге нет. Об этом сегодня заявили специалисты Роскачества. Они проверили три десятка рулонов самых популярных марок. Выяснилось, что опасных веществ в бумаге нет. Ни цинка с хлором, ни мышьяка исследователи не нашли. Граждане не раз спорили, есть ли в составе пипифакса химия. Безопасной оказалась и бумага из вторсырья. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В сети появился ролик, на котором меньше чем за минуту был разрушен склад. Виной тому оператор-погрузчика. Водитель задел машиной один из стеллажей. В результате конструкция не выдержала. Обвалились все металлические полки с продуктами. Сработал принцип домино. Склад завалило за считанные секунды. Товарами накрыло и погрузчик с водителем. Ролик быстро распространился по социальным сетям. Однако неизвестно, где именно он был снят. В Санкт-Петербурге сократят количество общественного транспорта. Об этом сегодня заявили невские чиновники. По их словам, причина – оптимизация маршрутной сети города. Отменить планируют все коммерческие маршрутки, а также исчезнут дублирующиеся рельсы. Появятся в северной столице и 10 электробусов. Техника с динамической зарядкой пользуется спросом, уверяют чиновники. Об этом сообщает независимая газета. Российская армия вошла в тройку сильнейших на планете. Об этом сегодня рассказали специалисты одной из международных организаций. Они занимались составлением рейтинга. Оценивалось все – от сумм, которые тратятся на войска, и модернизацию техники и оружия. Российская армия на втором месте. Сильнейшие же признали американскую. А вот на третьем месте – китайцы. В десятку также вошли индийцы, французы и турки с японцами. Ранняя диагностика – залог успешного лечения. В России действует программа по снижению смертности от онкологических заболеваний. Она предусматривает развитие инфраструктуры, профильных клиник и увеличение финансирования онкологических учреждений. Нина Цыпакина расскажет о мерах, которые помогут уменьшить количество больных и спасти человеческие жизни. Диагноз «онкология» звучит как приговор. Однако врачи призывают не опускать руки. Положительный настрой пациента усилит эффективность лечения. Елена Родина поступила в областной онкологический диспансер в апреле этого года. Позади операции и курс химиотерапии. Елена уверена, что сможет победить болезнь. В лечении я довольна. Врачи достались мне внимательные, способные, знающие свое дело. И врачи вообще от Бога. Настрой на будущее. У меня маленькие дети, поэтому у меня только положительный позитив. В регионе на учете состоит более 66 тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями. Борьба с опасным недугом стала приоритетным направлением развития системы здравоохранения. Закуплено высокотехнологичное оборудование, растет финансирование онкологических диспансеров, расширяется спектр диагностических услуг. Первичный пациент у нас попадает на прием в течение одного-двух дней. Если пациент полностью обследован, мы можем его сразу же в день обращения представить на онкоконсилиум для определения дальнейшей тактики лечения. Если требуется какое-то обследование, проводим его в максимально короткие сроки на нашей базе, также с дальнейшим представлением на консилиум. Высокотехнологичное оборудование позволяет проводить весь спектр клинических исследований. Используются скрининговые методы, внедряются высокоэффективные радиологические, химиотерапевтические и комбинированные хирургические приемы. В начале следующего года откроется иммуногистохимическая лаборатория. Это то рутинное высокотехнологичное обследование, которое проводится в любом большом онкологическом центре. В соответствии с этими данными, которые мы будем получать при этом исследовании, мы можем назначать все самое современное лечение, которое просто существует в современной онкологии. На возникновение злокачественных образований влияет целый ряд факторов. Психоэмоциональный фон человека, постоянный стресс и плохая экология могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Врачи призывают регулярно проходить обследование, к тому же все они проводятся бесплатно. И последнее. Особенности национальных вкусов. Речь идет не об очередном фильме. Такое название получила выставка о продовольственных товарах. Со своей продукцией к нам в город приехали фермеры и товаропроизводители со всей России, от Абхазии до Камчатки. Однако такие продукты не найти на прилавках обычных магазинов. В чем особенность гастрономической выставки в нашем следующем материале? Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. В наш город приехали товаропроизводители со всей России, от Абхазии до Камчатки. Здесь можно не только приобрести натуральную продукцию, но и продегустировать ее. Выдержанные сыры, восточные сладости и сухофрукты, собранные вручную ароматные чаи, мясные деликатесы из отборной говядины и дичи, колбасы из фазана, кролика, кабана, а также свежие морепродукты прямиком из Камчатки. Все это гастрономическое изобилие изготовлено фермерами и малыми частными производителями из натуральных продуктов. Они же стоят и за прилавками, что позволяет покупателям подробно ознакомиться со спецификой продукции и узнать, в каких условиях она произведена. Мы представляем сыры садыгеи. У нас очень большой выбор сыров, копченые, не копченые. Также есть сушеный сыр. Это сыр мате. Он сушится на солнце и делается из цельного коровьего молока. Это чай, собранный в поселке Дагамыс, Большой Сочи. Это ручная сборка, это верхние два лепесточка. Очень насыщенный вкусный чай. Советую приобретать. Читается самым северным чаем в мире. Это эталон чая. Здесь собраны вкусы лучших продуктов со всей России. Впервые выставка продаж фермерских деликатесов от Абхазии до Камчатки посетила Саратов. И уже в первый день работы от покупателей нет отбоя. Жителей нашего города порадовало не только изобилие продукции. Но и формат выставки. По их словам, размещение в торговом комплексе оказалось очень удачным. Очень большой ассортимент. Все выглядит очень вкусно и аппетитно. И по доступным ценам. Очень рада, что такая выставка приехала к нам в Саратов. К тому же в торговом центре, где очень удобно пробовать. Тепло, комфортно, красиво. Это настоящий гастротур по городам России, который понравится не только гурманам, но и любителям натуральной фермерской продукции. Выставка продаж фермерских деликатесов от Абхазии до Камчатки будет работать ежедневно в торгово-развлекательном центре ТАУ до 2 декабря включительно с 10 утра и до 8 вечера. Спонсор выпуска – компания «Реванш». Посмотрел? Да. Нашел? Да нет. Так может, все-таки к нам? Иногда то, что вы так долго искали, не так уж и далеко. Экономьте время, выбирайте «Реванш». Музыка. КОНЕЦ БАЛЕВИЦ БАЛЕВИЦ НИАТСМЕНГС Продолжение следует...